Слушайте, я вот, если честно, я два дня назад пришла к своему руководству и сказала, можно я не буду выступать? Что я тебе сказала, это руководство? Да, я все выступали, сколько? Нет, 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 все мы заявлены. Вы знаете, вот каждый год, каждый год проходит тренинг экспорта, каждый год мы собираемся для того, чтобы обсудить какие-то волшебные идеи. Ну правда волшебные, да, вот, то есть слушай, как Гоголь говорил, слушаешь, слушаешь и голову повесишь, да, приятно, чрезвычайно приятно. Как там где-то, вот оно, космические корабли пороздят и так далее, да. С другой стороны, я человек, который каждый день практически выходит в аудиторию, и это ваши люди, которых вы присылаете ко мне для того, чтобы с ними случилось, чтобы с тобой был шик спор. Вот, то есть вот ты иди на тренинг, да, и там с тобой что-то сделают, и ты придешь, и жизнь твоя никогда не будет прежней. И вот это очень интересное противоречие, что, а я пока слушала Игоря совершенно с восторгом, да, это ж вот, чего только люди не придумывают. Я тут на днях сходила на йогу и подумала, это ж какие позы люди добровольно заворачиваются, да, и даже их деньги не платят, да, еще деньги платят за это. Это ж вот, чего только люди не придумывают с одной целью, да, чтобы вот как-то поэффективнее использовать других людей. Я тут вспомнила, пока Игорь слушала, у меня дочери сейчас 17, ей когда-то было там 4-5, я очень любила ее баловать десерты. Поэтому вот она сидит на высоком стульчике, а я, значит, режу бананы, я туда смотрю на все это, я туда укладываю, значит, орешки, яблоки, сверху сливки, потом еще, значит, шоколаду, потом коричко, она все это смотрит. Я ей говорю, Сонечка, вот, она мне говорит, красиво, но мне не надо. Понимаете, и вот ты строишь какие-то системы, а человек смотрит и говорит, красиво, но мне не надо, понимаете, и ты остаешься один на один вот с этим волшебным десертом. Понимаете, вот в чем проблема. То есть я, может быть, вас разочарую, я не умею говорить про космические корабли, я все больше про людей. Потому что вот еще одна метафора, которая у меня возникла, и я, благодаря тебе и твоему слайду. Если построить волшебную экосистему вокруг пухлой рыбы, ну, то есть вот мы ее из аквалина достали, да, она прям... И мы вокруг этого построили экосистему, а рыба такая... А что делать-то, я не знаю, я плыть тоже мясе у меня. Да на тебе экосистему. Слушайте, давайте вот как-то приблизимся к человеку, серьезно. Потому что... А можно мне помочь, да, включить слайды? А вот так теперь, теперь ты уже не смеешься. Экосистему в виде ключа. Да? Потому что мы говорим про очень какие-то серьезные достижения, а т.д. Я каждый год по нескольку раз езжу на какие-то обучения. Я езжу на нейрополчинг и нейролитерство. Я сертифицируюсь на то, как работает мозг. Я сертифицируюсь на ресурсное состояние. Я только что вернулась из Чикаго, где меня обучали energy leadership. То есть как быть лидером через управление своей энергией. И потом я приезжаю сюда, и я выхожу в очередную группу. И, предположим, это крупная серьезная компания. И это корпоративная программа развития лидеров. Первый модуль прошел, он шел два дня. После первого модуля даешь домашнее задание. Оно достаточно простое. Заполните, пожалуйста, опросник коротенький. Просто подумайте о том, зачем вы что делаете как лидеры. Проведите несколько мотивационных бесед. И тому сделайте еще что-то. Проходит месяц. Люди приходят на тренинг. И ты им говоришь, здравствуйте, делали вы домашнее задание. Люди обижаются. И они говорят, в смысле? Ну когда я тут должна все это делать вообще? У нас на этом не время не несет. Что это вы тут придумали домашнее задание? Хорошо, давайте вспомним. То есть, то далеко не происходит. Давайте вспомним, что было на первом модуле. Нет, вы издеваетесь над нами? Он у меня был месяц назад. И люди-то при этом пришли. Они уже тут ноу не расстегнули. Понимаете, они уже расслабились, сели на стульчике. И думают, сейчас нарядная тетенька на счет наметли летать и рассказывать что-то веселое. А мы уж наконец-то хоть передохнем. Если тренер достаточно харизматичный, все оценки пятерки. Если тренер не харизматик, вдруг внезапно, то мы недовольны. Ведь что-то тренер нас не увлек. Ведь что-то нам было неинтересно, мы сейчас всем поставим двойки. Или мы через час начинаем с телефона уходить. У нас тут складочка мучительная появляется. Вот скобочка, облагодарю тебя. Понимаете, все, тренер не пошел. Ну потому что ты либо летаешь на метле, но тогда это держится ровно пока ты летаешь на метле. Либо ты пытаешься что-то сделать с людьми, они говорят, да ну это все очень хорошо, конечно. Ну понимаете, я сплю три часа в сутки. И у меня вот столько задач, я тут сейчас с вами сижу, время теряю. А у меня там руководитель, понимаете, стучит железной палкой по столу, потому что он никак не может мне одозвониться, потому что у меня телефон отобрали. Потому что ведьма вы такая, да, вы считаете, что на деньги нельзя пользоваться телефоном. Понимаете, и вот это, мне кажется, какая-то огромная системная проблема. Что мы придумываем все более прекрасные вещи, то есть вот шарики фонари, пляски с губнами, мы создаем какие-то микроэлементы обучения, мы говорим, ой, зайди, пожалуйста, вот сюда, система сама тебе в мозг все положит. Вот только открою вот этот сайт, и будет день-день, и ты прочтешь одну маленькую фразочку и научишься. Мы в ледной палке. Сейчас московское метро делает то же самое, если вы в метро ездили, да, то сейчас вот прям на экране, пока маленькие нарисованные человечки, тут то же самое, пока едешь от станции к станции, видишь, научился чем-то. Ну и мы тогда зачем? Понимаете, если можно вот ездить в метро, в таком состоянии? Что происходит с людьми, что мы создаем все более совершенные системы, и они абсолютно просто разбиваются, понимаете, как волна осколок. То есть они доказываются, разбились, откатились. Ну хорошо, вот если, ну подумайте сейчас, вы организуете программу для своих сотрудников. Кто из них делает приборг? Какой процент сотрудников делает приборг? Если вы не висите над ними с палкой и скорбнув коричневый взгляд. Ну минимум. Ну какой-нибудь один сумасшедший, понимаете? А остальные все даже не открывали. А мне не пришло уведомление. Ну как не пришло? Да всем пришло тебе. Мне не пришло, понимаете? И смотрит на тебя, вот как две публицы из теста, понимаете? Вот глаза вот так вот. Не пришло уведомление. Ну как не пришло, да? Нет, никто ничего не сделал. И вот ты, значит, к этим людям приходишь и говоришь, смотри, экосистема. Они говорят, хорошо, но мне не надо, да? Как ребенок, которому ты делаешь десерт. Вот вопрос. Мы с вами каждый день сталкиваемся с живыми, настоящими людьми. Эти люди каждый день сталкиваются с определенными вызовами. Вот как я сейчас. Мне со мной со мной хочется сейчас поддержать, вот я уже взяла высокую ноту, да? И хочется вас дальше как-то вести. С другой стороны, надо сейчас что, бросить и ввести пароль? Дадите мне две секунды, да? А то я вам с вами прикажу. Как тот убер педятел. Говорю про одно и то же. Мысль первая. Слушайте, развитие требует свободных ресурсов. Свободных ресурсов. И эти ресурсы энергетические, мозговые, физические, эмоциональные. Где их взять, эти ресурсы? Куда я должна нажать? На большую? На цепку. Хорошо. Где их взять? Если вот сейчас просто подумайте о том, под каким постоянным грузом мы с вами живем. Что с нами происходит? У нас постоянно увеличивается нагрузка. Скажите мне, если это не так. У нас постоянные проблемы с ресурсным состоянием. Вот я сейчас смотрю на вас и пытаюсь понять. Просто по шкале от одного до десяти. Что с вашим личным уровнем энергии? Вот вы думаете, не видно? Видно. Видно, понимаете, что вот дошел до стула, сел и прям, слава богу, надеюсь, ничего не заставят делать, а расскажут что-нибудь интересное. А если мне расскажут, то я через пять минут, понимаете, уже кухнулся. Потому что это ж сколько я тут пробежала, понимаете, ну сколько я всего уже увидела, сколько же я всего припас себе в сумочку, и тут вот еще чего-то. Ну давайте же вы расскажите мне что-нибудь. Только не требуйте от меня ничего. Плюс, сколько я делаю опросников прекрасных, которые показывают, что для людей стресс – это норма жизни. И никому в голову не приходит задать себе вопрос, как стресс может быть нормой жизни. А вот так говорят люди, и при этом в этих пуговицах в тесте ничего не меняется, ничего не блестит, и люди даже не думают о том, что «да как же правда? Да стресс же это не норма». Нет, мы в этом давно живем, нормально все, да? Хорошо. Потом они приходят ко мне, а я и про лидерство рассказываю. Ага. Счастье – что это вообще? Зачем это все? О чем вы, ребята? О чем вообще мы говорим на трене по эмоциональному интеллекту, когда вводим какие-то ритуалы счастья? Когда мы говорим о том, что на самом деле я конююсь не за счастье, я конююсь успехом. У меня есть показатели. Каждый день новый. Каждый месяц мне чего-то меняют, да? Мне каскадируют цели, у меня есть показатели эффективности. Я должен их достигать. Я их достигаю. То есть вот я прихожу утром на работу, и я как будто бы не живой человек, да? А я такой стойкий оловянный солдатик. И вот беги, Лола, беги. Да? Беги, пока не упадешь. Упадешь, мы тебя просто оттащим и поставим твое место другого. Нормально, да? Такая нормальная позиция. А мы, значит, экосистему создаем вокруг этой беговой дорожки. Хорошо. Ангидомия. Кто знает, что это такое? Вот спросил 99% людей. Ты как? Они тебе что ответят? Нормально. Спасибо. Конечно. Почему именно с такой интонатик? Нормально. Мне нормально. Как проект? Нормально. Как выходные? Нормально. Как дети? Нормально. Как отпуск прошел? Нормально. Потому что мы ждем этого отпуска до светлого праздника. Потом ты приезжаешь в отпуск, ты становишься на этот берег моря, на который ты хотел встать. Смотришь на это море, на закат, понимаете, и думаешь, пойду выпью. Может, легче станет. Ну, потому что, вроде, я думала сейчас, душа развернется, закат, море, смотри, смотри, ножки в песочках. Нет, мне нормально. Почему? Потому что это становится нашим ведущим состоянием. Наш эмоциональный лифт сжимается до нескольких этажей. Мне либо нормально, либо я тревожусь и волнуюсь, либо я злюсь, либо я пугаюсь. Кто это поднимается на верхние этажи? Когда вы последний раз испытывали эйфорию, трепет, предвкушение, интерес и так далее? Просто задайте себе этот вопрос. Поэтому вот это вот наше состояние, а мне нормально, состояние ангидоника. И они приходят на три, смотришь на них, говоришь, где-то фамилина. Они говорят, а что началось-то? Что мы пришли, сели, что от нас еще надо? А как вы будете сейчас запоминать новую информацию, когда вы год? Понимаете? Хорошо, в команде малая энергия, реальные эмоциональные вовлеченности. А как результат это делать? Ну то есть, ну как? Вот ты дохлую рыбку начинаешь дерпить за хвост, да? А она с утра вот так вот, ну какое время она еще подергается? Поэтому руководителю он не может уйти в отпуск. Потому что, когда он уходит в отпуск, палка позабыла бить собачку, все зажили, долго и счастливы. Понимаете? Все, значит, там на перекур, поговорить, да, за компьютером посидеть. Ну а куда люди надеваются вот в этом состоянии ангидонии? Это же страшное дело. Хорошо, высокие скорости, сложные системы. А мне как в этом выживать, если никто не заботится о том, чтобы развивать мой уровень комплексности сознания и мой уровень осознанности и вообще мой уровень мышления. Мы тут все говорим, сегодня буквально только жаловались друг другу. Вот подходят люди, понимаете, на выставке, улыбаются тебе, говорят, здравствуйте, Ольга, а ты не помнишь никого. Понимаете? Ну хорошо, ладно, не никого. Некоторых очень хорошо, да, потому что эмоциональный мозг запоминает, то, что через эмоции пропущено. Но вот смотрите, что происходит? Я все время общаюсь с участниками, они говорят, ну, слушайте, вы очень интересно рассказываете, но ничего потом не помню. Почему? Потому что наш мозг, он перестает нам помогать, он перегружен. Мы же абсолютно не понимаем, как мозг работает. То есть мы от рождения получили какую-то красивую коробочку с ленточкой. Да, вот это. Кто из нас хоть раз ленточку развязал, крышечку открыл, смотрел, вон, а что там? Нет, понимаете? Мы просыпаемся утром, глаза открыли, и мы начали мозг использовать. То есть у нас в голову полетела информация. Звуки, слова, ощущения, обонятельные, осязательные сигналы, информация. И мы все время требуем от мозга работать с собакой. Принимая решение, быстро реагирует. А мы знаем вообще, что будет, если проснуться утром, напрячь бицепс. И с этим напряженным бицепсом ходить 12 часов. Что будет с бицепсом? Болеть будет как минимум. Если не атрофируется в итоге, то мы не сможем, потому что тело начнет нам подавать сигналы. Алло, мама, ты что делаешь? Руку расслабь, мама. Ну, может быть, подавать сигналы, но мы их не слышим. Мы же иногда не слышим, что плечи напрягаются, или спина болит. Ладно, потом как-нибудь. Поэтому, когда мы требуем от мозга работы, мы не учитываем его естественную емкость, его скорость, его нейропластичность, его усталость, в конце концов. Вот кто из нас задумывается? Я напрягаю мозг постоянно, а как я его расслабляю? Вот как? Как я даю своему мозгу отдохнуть? Через какое-то время ты смотришь, а тебе уже сложно принять решение, сделать выбор из двух параметров. Как-то на мозг как будто бы в вате плавает. Или ты сложно запоминаешь новую информацию. Или ты вроде бы запомнил, но как ее использовать непонятно, и потом забыл. То есть мы не понимаем естественных законов работы самого себя, но ждем от самого себя каких-то божественных результатов. Давайте сейчас прям невероятно вот прям улетим в космос, потому что у нас сложная система и высокие скорости. Нужно придумывать новое, быть инновационным. Как? Ну вот как? Вот как мне придумать что-то новое, когда у меня энергия на троечку и эмоциональное состояние смесь тревоги и раздражения. Вот давайте попробуем на этом топливе быть инновационными. Вот это вот будет вообще большой челлендж я считаю. То есть как рыбке, которая находится на грани из дыхания, быть инновационной? А давайте ее поместим в экосистему. Посмотрим, что будет. Ну, не знаю. Я бы вообще для начала позаботилась о том, чтобы рыбка немножечко ожила, что при нас глаз спал. Мы все время вкладываемся в развитие, но мало что меняется. Вот это самая большая моя боль. Самая большая. Вот периодически ты приходишь домой в пятницу вечером, притаскиваешь ноги, наливаешь себе ремочку чайку, да, извините, не буду рекламировать ничего другого. и ты начинаешь думать о том, Оля, какого черта ты делаешь вообще? Ну, вот чем ты занимаешься? Ты рассказываешь бесконечно информацию людям, которые забывают ее, потому что у них выдувает это из головы, когда ты выходишь. А ты руководитель осознанно, мать его, лидерность. Понимаете? Ты вот думаешь, лидерность, это же так важно, да, это так важно вести за собой, это так важно быть в ресурсном состоянии, делиться ресурсным состоянием. Но почему-то, когда ты сталкиваешься с реальными людьми, это оказывается интересно на уровне, я посмотрела третью серию какого-нибудь там комикса Марвела, да, экранизированного, тоже было интересно, но в моей жизни от этого ничего не изменилось. И вот я хочу вас спросить, когда вы затеваете системные, какие-то долгосрочные программы развития для своих руководителей, как вы определяете, что в этих программах будет? Это первое. И второе, как вы определяете, как люди будут учиться на этих программах, что они возьмут и почему они должны это взять? Потому что самое страшное, что с нами сейчас происходит, это то, что вот эти вызовы, они делятся на две группы. И первая группа вызовов, с которыми мы каждый день сталкиваемся, это технические вызовы. Потому что мир меняется, системы усложняются, профессиональная компетентность должна все время расти, и нам все время нужна новая информация. У нас постоянно возникают технические вызовы, поэтому мы не учимся, мы получаем им информацию. То есть мы в ту же форму заливаем какое-то новое содержание постоянно. Почитай вот это, посмотри видео, сходи на тренинг, послушай лекцию, поговори с ментором и так далее. Но это только часть вызовов. Большая часть вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся, это адаптационные вызовы. И вот эти адаптационные вызовы, они не решаются путем заливания новой информации в старую форму. Если я прочитаю как быть стрессоустойчивым, если я схожу на двухдневный тренинг по лидерству и получу сертификат, на котором честно написано «посетил двухдневный тренинг по лидерству», значит ли это, что я теперь лидер? Да нет, конечно. Потому что я ушел оттуда и информация куда-то протекла, между полушариями провалилась. И ничего не изменилось в системе, с помощью которой я принимаю решение. Потому что комплексное сознание не изменилось. То есть мы не готовы к адаптационным вызовам. Мы на самом деле адаптационные вызовы решаем с помощью технической информации. Мы строим системы обучения в одну и ту же форму, заливая новую информацию. Как это готовит комплексное сознание наше к тому, чтобы встречаться с адаптационными вызовами? Скажите мне, пожалуйста, у кого в систему развития людей входит, например, обучать людей мышлению? Раз, два, три, четыре, пять. Системность или мышление? Понимаете, системное мышление это хорошо, когда ты понимаешь, как твой мозг работает. Ну серьезно. Потому что системное мышление это две вещи. Это анализ и синтез. Да? А если у тебя по проблеме с тем, что у тебя мозг перегружен, у тебя анализ застревает. Понимаете? Вот тебе дают новую информацию? А ты не можешь достать старую и ты не можешь построить систему вокруг этого. Кто обучает, кто включает в программы развития программы, которые вообще рассказывают о том, как работает мозг? Как заботится о нейропластичности? Как заботится о здоровье мозга? Мало рук. Понимаете? Мало. Прежде чем построить любую систему обучения и развития, давайте поможем человеку в этой системе чувствовать себя комфортно. Второй вопрос. Кто начинает комплексные программы с каких-нибудь обучающих программ, связанных с благополучием? С уровнем энергии. Как управлять уровнем энергии? Что красит энергию? Что блокирует энергию? С эмоциональным интеллектом. Вот это тоже интересно. Понимаете? Я больше не могу реагировать на запросы крупных, серьезных компаний, которые мне говорят, Олечка Ильина, пожалуйста, эмоциональный интеллект за один день с 10 до 5. Но только чтобы прокачали все навыки. Вот когда я слышу прокачали все навыки, мне хочется забежать и на стену полезть. Потому что, ну, качайте что-нибудь в другом месте. Понимаете? Невозможно ничего прокачать за один день, там, где этих навыков целая куча. Один день с 10 до 5. Давайте прокачаем эмоциональный интеллект. Давайте не будем вкладывать деньги, точнее, затраченные деньги туда, где мы не получим возврат. Давайте зададимся вопросом, что мы можем дать своим сотрудникам такого, чтобы у них на входе в программу было ощущение благополучия, были избыточные ресурсы, чтобы у них была энергия, чтобы у них был нормально работающий мозг, чтобы они были в нормальном эмоциональном состоянии, потому что инсайт это абсолютно четкая технология, которой можно обучать. Инсайт или озарение приходит тогда, когда я нахожусь в легком, позитивном, эмоциональном состоянии, когда мой мозг расслаблен и просто блуждает, и когда у меня есть одна проблема, над которой я думаю фоном. Вот тогда случается инсайт, но для этого нужно быть в определенном механическом ресурсе и в определенном эмоциональном состоянии. Когда мы собираем людей на мозговой штурм, в понедельник утром, например, мы видим перед собой совершенно окупленных сотрудников, и мы говорим, ну давайте придумаем что-нибудь интересное. И вот они сидят, смотрят у тебя скорбные, укоризненные, и говорят, еще кофе не пил, а что началось? Да? Кто-нибудь о чем, например, говорит? Ну ладно, я записываю эти деньги. И встает фричант и прислоняется к нему. Кто-нибудь один там, а я? Я за временем следить. А остальные все говорят, вот гады, забрали все нормальные роли, да? Они, значит, теперь придумывали. А чем мне придумывать? И поэтому, в основном, когда кто-то придумывает идеи, остальные говорят, ну нет, это уже было, это не сработает. Почему? Потому что мы находимся в определенном эмоциональном состоянии. В состоянии легкой трехоги, например, или апатии, или умыния. И в этой ситуации, когда кто-то что-то придумал, ты сразу начинаешь думать, да блин, бесит вообще. Чего-то надо-то? В сети, как мы все молчали, да? Сейчас придумаешь что-то, ты заставят это делать. И поэтому слушаешь, нет, 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 это уже было, это не сработает. И руководитель такой, ну блин, так и знал. Вот учили на тренинге, ну с головой штурмой, так и знал, что это дрень какая-то. Вот ну никакой. Ну конечно, не сработает, потому что отсюда же это возьмется. Поэтому вот понимаете, моя боль, это то, что я пытаюсь разговаривать с вами, о том, чтобы вы не тратили деньги на обучение, а инвестировали. Вы инвестировали их прежде всего в то, что действительно приносит отдачу. Ну вот давайте подумаем, как себе из Ди, например, может вам в этом помочь. Мы же собираем со всего мира лучшие технологии. Ну возьмите у нас их, пожалуйста. Просто вот может быть для бизнеса это не всегда понятно. Ну потому что нам некоторые заказчики говорят, ой, ну нет, мы это не продадим. Да, реально. Вот навыки презентации продадим, навыки переговоров продадим. То есть мы берем дохлую рыбу и отправляем ее на переговоры. Понимаете, она возвращается оттуда, мы говорим, ну как же, где же цирка тренинга? Ну так может быть как-то сначала это, плавнички распустить. Давайте будем начинать комплексные программы обучения с каких-то программ, которые помогают человеку выйти в ресурсное состояние. Вот давайте делать пилоты для вас, давайте вы будете на себе это брать и пробовать, вы будете потом говорить нам, слушайте, я по-другому себя чувствую, я научился по-другому себя чувствовать на работе. Не просто вот это, знаете, прекрасно, что мы строим эту систему, прекрасно, что люди нам там в этом пытаются помочь, но параллельно с этим Гарвардская медицинская школа озвучивает новый диагноз, который поражает всех просто подряд. Этот диагноз называется тревога воскресного вечера. Вот просто вспомните свое состояние, засыпать не хочется, потому что ты знаешь, твоя жизнь закончилась и начинается служение молоху. С утра будильничек, дзынь-дзынь, да, ты просыпаешься с тяжелым сердцем, и думаешь, боже, могла бы быть пятница. В среду ты себе радостно говоришь, что еда подошла, неделя прошла. В четверг ты себе говоришь, четверг – это маленькая пятница. В пятницу, эй, эй, в субботу хорошо, в воскресенье, да елки-палки, я как и не жил вообще. Ну и вот как со всем этим нам быть? Наша задача научиться входить в ресурсное состояние тогда, когда нам это нужно, управлять уровнем энергии, управлять мотивацией. Вот после меня будет выступать наш партнер Сьюзин Хауэллер, который мы специально привезли из Сан-Диего для того, чтобы она рассказала про то, как работать со своей мотивацией. Она наверняка вам будет говорить страшную вещь. Наверняка. Она вам откроет буквально страшную тайну. Потребность в развитии – это врожденная психологическая потребность человека. Понимаете? мы рождаемся с неодолимой потребностью развиваться. Иначе ребенок никогда бы не выполз из стульчика. Иначе ребенок, который учится ходить, вот он бы встал, побежал, побежал, упал, да, и сказал бы себе, я толстый, неуклюжий ребенок, я хуже остальных детей, я не буду ходить. Что вы ко мне прицепились с прямохождением, я отлично ползаю, доползаю до любого места, и вообще прямохождение – это нагрузка на суставы и спину, поэтому я бы не помню. Но ведь нет же, понимаете, ребенок учится, он осваивает, он лезет все время, он любопытен, ему все интересно, он в ресурсном состоянии для развития. А потом, в период с детства до взрослого состояния с нами что-то происходит. Мы приходим на работу, и нам кажется, что развитие – это какое-то, какое-то излишнее напряжение. мы подавляем естественную врожденную потребность, которая сопровождается интересом и выбросом дофамина, развиваться, просто потому, что у нас нет на этой силы. Мы силы экономим на другое. Понимаете, вот биться с реальностью в шлемах и лапах – вот это наше, это наше все. Отличный фасон, понимаете, но мне кажется, кроя устарела немножечко. Поэтому давайте думать о том, как вытаскивать эту естественную потребность, как создавать мотивацию и поручение. Это к сьюзам. Что я хочу сказать? Если когда-нибудь вы про себя думали, черт, а что со мной было на прошлой неделе? Вообще, вот я помню что-нибудь. Было что-то хорошее, было что-то яркое. Вот я сейчас вспомнила, и прямо у меня улыбка за ушей, да, и глаза по себе. Если у вас когда-нибудь было такое, что вы забываете важную информацию, медленнее принимаете решение, потихонечку понимаете, что вам не хочется ничего читать. То есть вы читаете книжку, глаза скользят, но вы отвлекаетесь. Просто подумайте о том, что вот для решения этих проблем есть конкретные инструменты, есть конкретные технологии, которые помогают сохранять нейропластичность мозга. Есть конкретные программы, связанные с благополучием человека, с его ресурсным состоянием. Не делайте вот этих вот прекрасных шагов, когда вы отправляете людей к нам на тренинг по лидерству, и они лидерство воспринимают как какую-то странную идею, про которую можно поговорить, немножечко смеяться над ней, потом сказать, ну, знаете, со мной как никто не разговаривает, и я так ни с кем не буду разговаривать, да, и уйти из тренинга. Ну, а почему нет? Вот прежде чем инвестировать деньги в учение, инвестируйте какое-то время, энергию, силы и средства в то, чтобы подготовить ваших сотрудников к тому, чтобы они могли развиваться. У нас есть целое направление, которое занимается осознанным лидерством и благополучием. Дайте нам возможность помочь вам извлекать из ваших инвестиций какие-то возвраты. Какие у вас есть вопросы? Нормально же сидели. Слушайте, вот прямо сейчас и здесь. Вот покажите мне по шкале 1 до 10, пальцами покажите, насколько у вас сейчас уровень энергии. Ох, ох, прекрасно. Если оно так, те, кто стоят, спасибо вам большое за то, что вот, да, мужественно, мужественно это делаете. Правда, я вам очень благодарна, потому что вот я понимаю, как это вообще-то звоночник, и вообще даже нужно, чтобы тренер был очень интересным, чтобы его слушать. Если у вас на десятку энергия, понимаете, вам хочется сейчас скачки, начать что-то делать, да? Да? Хочется. Отлично. Запомните это состояние. Это состояние делает с вами мозг. Когда вы испытываете прилив дофамина, то есть нейромедиатора, интереса, предвкушения и какое-то предчувствие и вознаграждение. Вот умение запускать это состояние, это наше все. Потому что на дофамине мы можем учиться. На кортизоре мы можем только сопротивляться обучению. У вас был вопрос? Спасибо вам огромное. Я бы... Спасибо огромное. Вообще согласна. Вот всем подписываясь. Правда, мне зовут. Вопросы о лайфхак. Ну, то есть, есть ли какой-то, как сейчас вы сказали, лайфхак, может быть, или какой-то короткий инструмент, который может прийти и воспользоваться уже там? Найфхак чего? Как же это состояние или с чего начать обучение, так, чтобы действительно люди вошли в это состояние? Смотрите, вот вообще все, что связано с людьми, хорошо бы начинать с диагностики. С того, чтобы взять на флипчарте и нарисовать две оси. Вертикальная ось это эмоции, это лифт, да? Где в середине нейтральные эмоции, сверху пошли слабые, позитивные, нарастают, нарастают сильные и позитивные, вниз пошли слабые и негативные, нарастают, нарастают совсем все по холму, да? И горизонтальная ось это энергия 0, 5, 10. Вот эти совершенно эмпирические параметры, которые дают нам 4 квадрата. Квадрат, где у меня плохое настроение и низкая энергия, квадрат, где у меня плохое настроение и высокая энергия. Ну-ка, давайте расскажите, мне что-нибудь вообще с управ Petra скажу, да? Квадрат, где у меня низкая энергия и хорошее настроение, И квадрат, где у меня высокая энергия, отличное настроение. И дальше, хотя бы для себя, для начала, быть в контакте с собой, поставить точку там, где ты сейчас находишься, и задать себе вопрос. Я вот сейчас в ресурсе для чего? А моя команда сейчас в ресурсе для чего? Что я могу сделать для того, чтобы перейти немножечко в другой квадрат? И здесь важно понимать, что вот эти лайфхаки, они связаны с пониманием того, что со мной происходит. Если я, например, нахожусь в состоянии раздражения, злости, беспокойства, то это кортизол, это гормон стресса. Это означает, что на этот гормон мое тело реагирует определенным образом. Что мне нужно сделать? Может быть, быстро пройтись туда-сюда. Может быть, с кем-то обняться. Может быть, поговорить с хорошим человеком. Может быть, есть что-то вкусное, посмотреть на красивое. Если я нахожусь в состоянии уныния, это означает, что моему организму не хватает серотонина. Что я могу сделать? Послушать музыку, посидеть, закрыв глаза, подышать и так далее. Если я нахожусь в хорошем состоянии, то творите, что я могу сказать. Но вопрос в том, что когда мы в состоянии высокой энергии, плохого настроения, например, пытаемся дать другому обратную связь, это мой любимый пример, то получается что-то страшное. На самом деле, хотел дать обратную связь, а по сути, отвязался на человека. Человек выходит и говорит, ну, здрасте, на тренинге говорили, прими обратную связь. Это да. Вот тебе, да? Вот тебе, значит, его подарили. Вот что хочешь, я с этим и делаю. Человеку там надолго настроение не испортилось. А тебе стало как-то легче. Ну, может быть, вместо этого потолкать стену просто, понимаете? Вот просто потолкать стену, пытаясь выработать адреналин, на котором ты сейчас несешься. То есть понимание того, в каком ты состоянии. И вот в этих четырех квадратах есть прям какие-то техники и методы, которые позволяют оттуда, откуда-то куда-то перейти. Это очень простые вещи. Приходите на эмоджмент. Это не реклама. Это искреннее желание донести что-то, что вот над чем мы давно работаем. Мы придумали программу, которая называется «Эмоджмент». Это программа, которая позволяет работать в своем ресурсном состоянии. И там все. Там физическая энергия, эмоциональная энергия, психологическое здоровье. То есть умение концентрировать мозг на чем-то хорошем и делать себе хорошо – это выход в ресурсное состояние. Это очень простой лайфхак. Просто попробуйте, выходя отсюда, сделать это. Но потом, если что, придите, найдите меня и скажите, «У меня работает, ничего». Тогда подумаем еще о чем-нибудь. Хорошо. А можно мне вопрос задать? Тебе вопрос задать? Мне, в аудиторию. Пожалуйста, конечно. Вы знаете, Оля, конечно, говорит, что при чем здесь экосистема, хотя на самом деле подтверждает мысль о том, что не будет экосистемы во хруптохлой рыбке. Рыбка, вот эта самая живая, она ключевой элемент этой самой экосистемы. У меня к вам вопрос. Вот дайте Оле надежду, расскажите о каком-то реальном примере, вот как вам удавалось или удается, если вы это сейчас делаете, делать так, чтобы люди вот прям… дайте мне получиться, дайте мне эту программу, дайте мне еще. Вот кому удавалось, поделитесь такими лайфхаками, сделать так, чтобы рыбка не дохлопала. Вот, спасибо. У нас есть очень простая история с короткими воркшопами для менеджеров, да, и они реально людей ничему не обязывают. Это очень открытая и безопасная история, в которой люди приходят поговорить и между собой обсудить, что у них происходит, и побиться друг обшлопу головами. Ну, то есть, ну, это история про то, что… это открытое сообщество людей, которые пытаются совместно обдумать и обсудить что-то, что у них вызывает и попытство, и желание найти решение. И оно не обязательно. И оно не обязательно. То есть, да, ты все известный набор в менеджер, хочешь – приходи, не хочешь – не приходи. Мы собираемся в любом случае, то есть, у нас там есть какой-то набор дат, и если даже два человека пришло – это событие. Один человек пришел – событие. И это очень сильно помогает людям спокойно обдумывать сложившуюся ситуацию. И вместо того, чтобы стрессовать, если мне за полтора часа нужно прямо сейчас решить что-то, да, это история о том, что ты полтора часа сидишь и разговариваешь, у вас есть какой-то промежуточный итог, если его нет – окей, не договорились, мы расходимся и приходим на следующую, если это еще актуально. Вот такая штука, на самом деле, очень сильно помогает, она способствует открытому, легкому, продуктивному обсуждению. Спасибо вам большое. Наталья, ну, собственно, лайфхаки первые мы начали этот год с вашей программы, с нашей любимой программы «Боя Можмоток», поэтому до того времени мы начали уже начинать лечиться, как это так, с февраля. Вы помните, как количество людей прибавлялось, больше, чем дотрестировалось. Второй лайфхак, мы подроби вашей программы, мы сделали неделю развития, в сентябре, как раз начали учебный год с этой недели развития, и в середине недели мы почувствовали такую всеобщую обучающую среду, где участники с удовольствием делились экспертизой. Это программа «Учите по лет» и наши внутренние эксперты делились своим выводом по девяти темам, которые были заявлены. Вот, как вариант, очень хорошо обогащение и помогает друг другу учиться и создавать вот эту среду обучающую. Спасибо вам большое. Компания. Нет, компания. Не расстраивайте Ольгу. Дайте больше примеров. С этим манипуляцией. Не расстраивайте. Я хочу такой несерьезный пример рассказать вам о том, как за последнее время два раза ко мне пришли люди с горящими глазами и сказали «Ольга, у меня есть бюджет на обучение, умоляю, прошу, давайте, дайте мне что-нибудь, я хочу учиться». Я была как менеджер по обучению и развитию просто счастлива, когда ко мне пришли и сказал «Да, у меня есть бюджеты, берите, берите, могу посоветовать какие-то программы». Они проходят эти программы, и через два месяца они обе уболились. То есть, понимая, что они уже рассматривают предложение, понимая, что они уже собираются уходить, тут вдруг резко проснулось желание учиться. И быстренько что-то цепануть у этой компании, взять какой-то дорогой тренинг и вымотать в другую компанию. Вот такой опыт. Такое бывает, да. Знаете, хочется сказать, не бойтесь, что они уйдут, бойтесь, что они останутся, знаете это выражение, да? Не будьте тащить на себе еще долго. Да, Наталья, Академия Росадова. Мы в Академии сейчас пересматриваем нашу лидерскую программу, на полторы-двести человек. И мы как раз-таки вот перед программой вставляем блоки о том, как учиться-учиться, как работает, соответственно, наш мозг. И сам у нас в новой архитектуре программа начинается как раз-таки с того, как работает свои энергии, как эти ресурсные состояния. То есть мы уже применяем, как будут результаты, и, надеюсь, в следующем году вам расскажем. Спасибо большое. Атомную энергию массы. Здравствуйте, меня зовут Рина, я компания Рост. У нас получилось два примера. Заранее прошу прощения, может быть, банальные, но, тем не менее, не могу промолчать. Оба получились случайно. Первый раз мы отбирали провайдера по Excel, и взяли пилотную группу, и 17 человек позвали на двухдневную программу. А поскольку у нас переговорки, как здесь, стеклянные, люди ходили вокруг, что кто-то, кто-то, кто-то приехал, мы прилипли к этому, все, потом, Ирина, что случилось, почему была команда избранных, когда будем мы, да? И вот это было первое. Потом следующий, конечно, с аншлагом у нас прошли, и слава богу, это первое. Второе, мы дали, поскольку мы компания-производитель продукции, у нас есть большой штат территориальных менеджеров по всей стране, и мы дали домашнее задание, очень плотно связанное с практикой. И поскольку принимали домашнее задание топ-менеджмент, вот не поленились, да, у нас очень сильно растянулся график приема этих домашних заданий, поэтому мы дали им полгода на подготовку. И они с большим удовольствием работают, потому что они понимают, что им дали так много времени. И говорю, спасибо, что дали время, мы хотим, у нас нет времени, а тут вы дали полгодную подготовку. В итоге они звание готовят, звонят финансистам, звонят маркетологам, получают цифры, знают точную дату своей защиты и, ну, повторюсь, благодаря за то, что есть время. То есть тот самый ресурсный кусочек, который позволяет учиться. Спасибо большое. Спасибо. Меня зовут Марина, я работаю с программами на региональном уровне, и у нас есть очень интересная программа развития наших высокопотенциальных сотрудников, одна из наших региональных программ, где люди погружены в проектную деятельность. Почему я решила сказать об этом сейчас, потому что буквально сегодня я проводила последние вебинары по закрытию программы и шла сюда, ехала вот под впечатлением как бы от этих вебинаров, потому что люди хотят еще. То есть они настолько как бы в это погрузились, да, а там мы собираем людей, которые, к сожалению, не являются экспертами в какой-то области, да, но при этом мы заставляем, предлагаем им поработать над какими-то решениями, над проблемами, которые возникают в той области, где они не являются экспертами. И для них вот очень большой челлендж собраться в единую какую-то такую силу, в единую команду, большой челлендж разобраться в этом во всем. Но они настолько в итоге вот как бы увлекаются вот этой вот своеобразной игрой, да, помимо того, что они еще и достигают результата, мы помогаем в этой программе, есть разные подпорки, которые им помогают там, да, внутри. Что все хотят продолжения. Мне кажется, они под всеми на какую-то вот иглу. Не знаю, вы, наверное, лучше знаете, какого... На каком иглу, на каком иглу. А вы нас за темными словами, кто они. Не знаю, что... Нейромодулятор. А на какие-то нейромодуляторы, да, Игорь, я не знаю, что это такое. Но, в общем, все хотят и просят продолжения. Прекрасно. Поэтому важно людей погрузить во что-то, на самом деле, дать им в руки возможности сделать что-то, да, поменьше контроля, побольше возможностей. Мне кажется, вот отсюда глаза тоже начинают гореть. Поменьше контроля. Моджменты там тоже надо добавлять. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо большое. Коллеги, мы теперь жду, регулярно, ну, по крайней мере, раз в два месяца, проводим драйв-лабы. Это совершенно бесплатные, открытые встречи нас с вами, на которых мы делимся какими-то технологиями. Вы правильно говорите. Ну, лайфхаки-то уже дайте, хватит пугать, да? То есть я вчера с Игорем как-то проговаривала тему выступления, и через это полчаса моей пламенной речи он мне говорит, хорошая проблематизация. Что делать-то? Вот реально, да? И хочется делиться этим всем. Давайте встречаться, приходите к нам. Просто потому, что вот нам хочется с вами это обсуждать. Вы будете рассказывать про какой-то свой прекрасный опыт. Мы будем давать вам какие-то новые технологии. Может быть так, мы начнем немножечко менять что-то вокруг себя. Вот по чуть-чуть, да? Искусство мелких шагов. Приписывайте. Бери, вы знаете, да? Это как с прекрасным Эйнштейном. Научи меня искусству маленьких шагов. Вот может быть маленькими шагами мы будем создавать вот это ощущение благополучия внутри компании. И будем на этом благополучии создавать вот эту вот очень простую, очень понятную экосистему, при которой мы предлагаем людям какие-то индивидуальные треки развития. Они идут туда, понимаете? Они открывают приложение. Они хотят еще. Они говорят, а когда следующий вебинар? Но это в наших с вами руках, но для этого нужны определенные технологии. Иначе мы так и будем их перетаскивать, их несчастные уставшие тушки с места на место, из аудитории в аудиторию. Я вам бесконечно благодарна за то, что вы пришли, за то, что вы выслушали, за то, что вы участвовали. Я буду вам очень благодарна, если вы придете на DriveLab и расскажете еще больше о том, как оно у вас. Потому что, возможно, даже наверняка, мы не видят все их, но я точно не вижу все их картины. Поэтому у меня наверняка какой-то ограниченный ментальный фокус. Давайте будем делиться информацией, потому что у нас с вами одна задача. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.